Весь прошлый год этот человек наблюдал за тем, что вы делаете. Он путешествовал по Британии, посещая всевозможные тусовки и социальные мероприятия, где вы максимально открыто проявляете себя. Мы едем. Расскажите мне о своем сортире. Покажите мне его. Мой сортир? Мне очень интересен ваш сортир. Он заглядывал в ваши дома, рассматривая ваши пожитки, убранство и ваши машины. Он смотрел на то, что вы носите, и даже наряжался так же, как вы, потому что он считает, что это поможет ему понять, кем вы себя считаете. Выглядит очень хорошо. Правда? Его зовут Грейсон Перри. Он один из ведущих британских художников, лауреат премии Тернера. Его работы отражают детали современной жизни и истину, скрывающуюся в этих деталях. Именно поэтому он обратился к теме вкуса британцев. Вкус всегда увлекал меня. Я смотрю на мир, вижу людей и как они одеваются, как они носят свою одежду и украшают дома. И я задаю себе вопрос, что стоит за их выбором? В нашей программе Грейсон Перри отправляется на охоту в джунгли вкусовых пристрастий. Он не просто понаблюдает, но и расскажет о ваших вкусах и об их значении в своих работах. Он работает над шестью огромными гобеленами, где выразится его личная интерпретация вкусов Британии 21 века. Гобелены. Когда-то они создавались для поместного лорда. На них изображены великие исторические битвы. Как Ганнибал пересекает Альпы, или какое-то важное событие, оказавшее влияние на всю нацию. Я использую тот же контекст, чтобы отразить, например, совершение покупок в Икеа или Уэйтроуз. Вопрос вкусов с Грейсоном Перри. Вкус среднего класса. В этой программе я делаю два гобелена при страстиях среднего класса. Мой образец – Уильям Хогарт, один из моих любимых художников. Ух ты! Мне нравится, как его картины 18 века превращают каждую деталь, каждый жест и костюм в единый портрет класса «Место и времени». И я собираюсь сделать то же самое с племенами Британии. Я отправляюсь в сердце вкуса среднего класса в новое поместье в 22 километрах от Танбридж-Уэллса. Я приехал в поселок под названием Кингс-Хилл. 16 лет назад это было заброшенным аэродромом. Теперь это община от двух до трех тысяч домов. Я поищу здесь проявление вкуса современного среднего класса. В последнее время две трети британцев идентифицируют себя со средним классом, когда еще 25 лет назад две трети считали себя рабочим классом. Амбиции на колесах. Мерседес Бенц. В прошлой программе я делал два гобеле на вкусах рабочего класса. Тогда я осознал, что для меня было важной историей отношения между нашим вкусом и нашим перемещением из класса в класс в жизни. И Кингс-Хилл кажется идеальным местом для понимания нового среднего класса британцев, совершивших это перемещение. Думаю, я сам средний класс. Живу в Ислингтоне, являюсь носителем общественного мнения, и мне здесь как-то неловко. В этих домах живет средний класс, но они чище, чем обычно. Нет ни беспорядка, ни мусора. Все очень хорошо. Я чувствую себя антропологом, ступившим на территорию другого племени. Так я работаю. Снимаю много фотографий, а потом использую их для набросков, которые лягут в основу дизайна моих гобеленов. Моим первым социальным мероприятием была вечеринка с розовым шампанским и кексами. Мне сказали, что такие вечеринки типичны для Кингс-Хилл. Я хотел понять, как мне одеться, и попросил Люси и Кэролайн помочь мне одеться для этого события. Не знаю, чего ожидают от меня эти люди. Как я должен быть одет? Они ожидают чего-то брендового, но чтобы лейблы не светились повсюду. Не слишком броско. Как бы ненавязчиво богато. Здесь видно? Ненавязчиво богато. Запах денег, но не слишком явный. Что-то соответствующее. Посмотрите, что-то с отделкой. Да. Что-то такое, что показывает, что у кого-то приличное количество денег. Это информация? Это скрытая информация. Вы как бы подаете сигнал, как маленькая лесная птичка, чирик-чирик, и они это слышат. Совершенно верно, вы подаете сигнал в своей социальной группе. Ух ты. Я один из вас. Вот мои опознавательные знаки. Вот так. Идеально. Это? Да, потому что, смотрите. Да. Это сиреневая подкладка. Верно. У нас сиреневая подкладка. Нужно тогда взять вот это, и это подошло бы... И в этом есть знаки? Да, просто идеально. Вот это тоже содержит информацию. Это ваши обязательные ботинки для Кинс Хилла. Оберточная бумага. Мешочек от пыль для обуви. Это всё очень важно. Так. Тогда можно их брать в отпуск, и вот вы готовы. Да. Возьмёте в спортзал. Утончённую. Прада. Он подходит для вождения. В какой машине мне лучше приехать? Рэндж Ровер. Рэндж. Спортивный? Да. Вук. К моему удивлению, я чувствую себя неотъемлемой частью сообщества. Все эти бренды здорово напрягают меня. Вот только волосы остались длинными, неряшливая голова творческого человека, натуривающего мужчину с Кинг Хилла. Хозяйка вечеринки, консультант по найму персонала Кейт, переехала в Кинг Хилл пять лет назад. Я не определилась с цветом. Какой цвет основной? Пока я поддерживаю серебряный. Я хотела, чтобы был и золотой цвет, и серебряный. Поэтому сейчас все оформлено в этих двух цветах. Да. Получилось как бы середина наполовину. Да, сплошной металл. Да. Знаете, получается такой роскошный блеск. Что заставило вас поселиться здесь? Здесь царила такая немного деревенская атмосфера. Из-за хорошего местоположения люди приезжают сюда и покупают дома. Это интересная мысль. Ведь люди сами выбрали это место. Да, никто здесь не родился. Да. Мы все приезжаем и видим, что нужно содержать в порядке свой сад. Нужно, чтобы красиво выглядел дом. Вот я и решила поселиться здесь. Люди заинтересованы, чтобы все так и оставалось. Вы все средний класс? Ну, я бы так сказала. Мой взгляд привлекли кексы Кейт. Я понял, почему они главная тема праздника. Они сигнализируют, все под контролем. Здесь повсюду хозяйственный средний класс. Нам не обязательно их есть. Просто понятно, что они означают. Как думаете, что является иконой вкуса среднего класса? Конечно же, весь средний класс – это желание, стремление. Стремление к чему? Иметь лучшую жизнь, чем, возможно, было в детстве. Но как считаете, есть высший и низший средний класс? Как бы вы описали высший и низший средний класс? Я думаю, что продвигаюсь к высшему среднему классу исключительно благодаря своему доходу. Из-за того, что я могу позволить себе купить машины, дома, путешествия и тому подобное. Думаете, продвижение к высшему среднему классу зависит от дохода? Я лично думаю, что да, это определяющий фактор. Если вы успешны, то можете позволить себе купить машину, какую вы хотите, а не ту, что вам нужна. Думаю, это открывает многие двери. Думаю, это так. Да, выбор больше. Да, больше возможностей. Так дело не во вкусе. Я бы не захотел слишком дорогую машину, если вы понимаете, о чем я. Какие машины слишком дорогие? Такие, как Бентли. Если честно, рейндж-роверы дешевые. Но что-то более дорогое для этой местности не подходит. Да. Я стал понимать, почему вкусы людей ориентированы на бренды. Это не потому, что им хочется обладать большим количеством чего-то, чем другие. Просто они хотят ясности значения, а эти известные бренды передают его. Приоритеты людей в Кингсхилле не такие, как я ожидал. И чем в моем инслингтонском племени. По-моему, люди стараются узнать, как стать средним классом, что продемонстрировать. Эти люди отчаянно хотят довольно жестких правил. И вы можете это видеть в их домах и чистоте, безупречности вещей, симметрии и аккуратности. В Кингсхилле я посетил еще один красноречивый ритуал. Это вечеринка, посвященная кухонной утвари в доме у Джеми. Вот уж где бренды действительно говорили. Вечеринка дома у Джеми. Милый мужчина. По-моему, это так вдохновляет. Я считаю, что многие наши товары вдохновляют и выглядят привлекательно. В них можно и готовить, и подавать на стол. Если бы вы купили что-то похожее на пластиковую посуду Таппер Вэя в прошлом, например, в 70-е, то для того, чтобы в кухне все сочеталось. Но сейчас другое время. Зачем же это тогда? Я не знаю. Это не выглядит специально продуманным. Да. Просто соединили все вместе. Я по отдельности выбрала вещи, но так, что они смотрятся вместе. Но это он их создал, не так ли? Вы можете купить всю утварь Джеми. Это будет выглядеть, как будто вы все подобрали во французском магазине. Да. Немного в магазине Канрана, немного на распродаже с машинами. Да, но все вещи в моем доме куплены со вкусом. У Джеми. Да. Как думаете, так фильтруется вкус среднего класса, или это реакция против вкуса рабочего класса? Ну, в этом что-то есть. Да, это реакция против вкуса рабочего класса. Думаю, да, но это мое мнение. Да. Да. Еще мы почти всегда ищем способ отличиться, потому что сейчас это легко за кем-то повторять. Например, у Джеми появится что-то, а через три недели ты можешь пойти и купить это в магазине Паунт или Джорджа Цада. Да, в Джорджа Цада, точно. Поэтому вкус еще в том, чтобы быть всегда немного впереди. Не могли бы вы подойти к столу с утра, потому что я хотел бы задать вам вопрос, что представляет вкус британского среднего класса на этом столе? Форма для тушения мясом. Горшочек для тушеного мяса. Почему он так соответствует среднему классу? Просто он другой. Не такой, как у рабочего класса. Нет, вы ответили просто и коротко. Я бы хотел подвести итог, что Джеми интересный феномен в контексте того, чем сейчас занимаюсь я. Потому что часть его бренда – это переход из класса в класс. Да, абсолютно так. На деле Джеми парень, который обладает большим вкусом, чем весь средний класс. Правильно. Не обделен здоровьем тот, кто щедр душой. Камю. В Кингсхилле я увидел, как люди разрываются между бахвальством и нежеланием выделяться. Определенные бренды существуют для легкой идентификации. Это похоже на перетягивание каната, как колебания между желаниями. У меня есть машина, но я знаю, что не совсем правильно иметь такой машины. Есть люди, находящиеся на стыке. Они хотят быть хорошими гражданами среднего класса. И в то же время одержимыми покупателями. Все получается именно так. Когда я познакомился с Джейн, я понял, что в самом деле предлагал Кингсхилл. Джейн купила дом, как на витрине, и въехала в него. Даже выпечку она сервировала, ту, что они оставили. Здесь манящий и уютный рай. Здесь можно перестать волноваться о решениях, связанных со вкусом, и покупать уже все сделанное по вкусу среднего класса. Конечно, они рекламировали этот стиль. Я подумала, я могу здесь жить, мне это подойдет. Я как будто переехала в отель, потому что все, что я привезла сюда, это моя сумка. Все было подготовлено. Я очень удивлен этой идеей, когда за тебя принимаются все решения, потому что для многих людей принятие решения приносит в жизнь радость. Хотя, конечно, и заботы тоже. Безусловно. Да. Это похоже на отдых под прекрасным покрывалом, когда откидываешь голову на мягкую чудесную подушку, и нет никакого выбора. Ну и хорошо. Выбор за вас уже сделан. Да, это возможность расслабиться. Для многих людей переезд в Кингс-Хилл, и особенно в жилье со всем готовым, покажется очень странным. Думаю, новые квартиры могут пугать. Они словно чистое полотно, которое можно испортить. И не каждому это понравится. Джейн подстроила свое представление о доме под чужой вкус, вместо того, чтобы сделать наоборот. Многие люди не знают сами, чего хотят. То есть люди покупают свои мечты? Нет. Людям продают другие мечты. Думаю, это очень показательно. Это местоубедительный пример того, что происходит в обществе. Я не говорю, хорошо это или плохо, потому что людям нравится здесь жить. Но, по-моему, это удивительный симптом современного капиталистического сверхпотребления и старательно трудящегося среднего класса, который нужно удовлетворить. В доме у Джейн начала формироваться первая идея будущих гобелинов. Кингс-Хилл – один из первых районов нового среднего класса Британии, где для всех есть четкие правила и вкусы, где ясно, что делать нельзя. Но мне также известно, что в джунглях при страсти среднего класса существуют разные племена, и у других на вкус своя точка зрения. Время отправляться в Тамбридж-Уэллс. Я делаю работу в Кусе в Британии и решил запечатлеть себя самого вместе со средним классом Тамбридж-Уэллса. Люди, которых я повстречал в Кингс-Хилле, уверяли меня, что вкус среднего класса определяют правильно выбранные бренды. Но я думал, каково это – оставлять позади себя эту определенность и вступать на территории других племен среднего класса. На ярмарке урожая в Тамбридж-Уэллсе я познакомился с антропологом Кейт Фокс. Так вот, Кейт, если уж мы в таком типичном месте среднего класса, как Тамбридж-Уэллс, что говорит о том, что он типичное место для среднего класса? Частично то, что мы слышали о нем, как о таковом. Но я думаю, многие люди неправильно понимают определение среднего класса. Это не определяется по тому, какой доход у человека и какая профессия. Нет смысла спрашивать у людей, сколько они зарабатывают. Нет никакого значения? Совсем нет. Это можно определить по речи, манерам и вкусу. Выбор стиле жизни, одежды, что вы едите и носите, имена детей и домашних животных. Мы это делаем интуитивно? Да, у нас будет настроенная на класс радарная система. Ясно, а как мы ее развиваем? Мы можем этого не знать, но, думаю, с очень раннего возраста она у нас есть. Уже по определению средний класс – класс, не знающий своего места. Ясно. Изначально это люди класса торговцев. Знаете, они не были рабочими, не владели землей. Это люди, сделавшие себя сами. Все представители среднего класса в первом, втором и третьем поколении сделали себя сами. Они боролись, чтобы занять это место, где они сейчас. Или же это делали их родители. Поэтому люди из этого класса не уверены в своем месте? Они не не уверены в своем месте. Они хотят казаться более уверенным в нем. Они очень стараются и хотят хорошо выглядеть, благородно и респектабельно, показать, что заслуживают этого. Я оказался в доме представителей среднего класса в Тамбридж-Уэллс. Сью и Норман прожили на своей викторианской вилле более 50 лет. Это мы купили более 40 лет назад на смешной выставке в Хамстеде. Подарки друзей мы принимаем с уважением и ставим их на видное место. Да, именно так. Многие из наших друзей скажут, ты смешная, Сью. Это репродукция Гогена? Репродукция Гогена. Мой отец купил ее в 1926-м, когда поехал в Кембридж. А это было нарисовано спустя 30 лет после этого. Интересно, не правда ли? Да, действительно. И он любил эту картину. Я выросла с ней. Мне очень нравится рисунок на обоях. Хороший, не правда ли? К сожалению, я забыла его имя. Давным-давно была в Тринити, и там... Это обои Уильяма Морриса? Да. Да. То, о чем говорил вкус Сью и Нормана, были не деньги. Хотя это тоже был капитал. Культурный капитал. Количество знаний, образования и культуры, над накоплением которых они так усиленно работали. Ну, у нас есть и такие смешные вещички, как эти. Эти мы только что получили из Титимэкс. Каждая 7 фунтов 99 пенсов. Это просто театральные мелочи. Интересно. И то, что они из Титимэкс, тоже кое о чем говорит. Я люблю этот магазин. Мы без него никуда. Я безума от него. Но тот факт, что вы говорите это мне, свидетельствует о вашей уверенности в этом. Возможно, вы даже хотите, чтобы я знал, что вы делаете там покупки. Что вы можете делать покупки в Титимэкс? Мы полностью уверены в том, что говорим, что выставляем. Я не колеблюсь. Я узнал нечто очень важное от Сьюи Нормана. Важное деление по вкусам существует не между рабочим и средним классами в английской жизни. Это деление есть между разными слоями в самом среднем классе. Между Кингс Хиллом с одной стороны и Тамбридж Уэллсом с другой. В первом случае четкие правила и бренды, а во втором случае мы видим, что правилами можно играть. Как только я увидел все в этом свете, каждый предмет в домах среднего класса стал нести в себе значение, по какую сторону этой границы он был. Вы нашли бы что-нибудь подходящее, но я всегда бы помнила, что это универмаг. Это как-то запутанно. Часто я не знаю, нравится ли мне что-то до того, как оно входит в моду, или же мне начинает это нравиться, когда подтверждается, что это модно. Дом Аманды – храм современного винтажа. Благодаря ей я понял, что культурный капитал средний класс не наследует без труда. Они стараются получше его продемонстрировать, зная расположение предметов одного за другим. Это стул Эркала? Нет, датский. Датский? Да, из Тика. Я нашла его в благотворительном магазине. Сколько вы за него заплатили? Я еще не сказала, своему мужу. А как бы вы охарактеризовали свой стиль? Ведь он очень особенный. Такой, какой есть. Откуда, по-вашему, пришла эта особенность? Я и не знаю. Я столько всего покупаю, а потом думаю, что за ошибка, зачем я это только что купила. И это опять исчезает из дома. Я не знаю, пока не увижу это здесь, в доме. Подходит мне эта вещь или нет. Но вы знаете, когда эта ошибка? Да. Откуда вы знаете, что ошиблись? Ну, это может быть безвкусица или китч. Что такое безвкусица? У вас там детские игрушки. Да. Но они не какие-то старые игрушки. Вот это старые. Которые? Вот это. Которые прячутся за люлькой в стиле ретро? Да. Какой там милый детский домик. Это они выбрали цвет? Нет. А я уже подумал, что они взрастили и вскормили молоком фирму Фэрро и Болл. Это не Фэрро и Болл. Нет, нет, нет. Я хочу сфотографировать его. Он милый. Один из тех детских домиков со вкусом, которые я редко вижу. Расскажите мне о вашем сортире. Моем сортире? Покажите мне его. Это, кажется, они называют куклами Эдарума. Если мы поднимем это, нам придется это сделать. Если кто-то придет к вам в дом, вы знаете, что он, скорее всего, зайдет в ваш туалет. Да, они зайдут в туалет. И люди обычно размещают там свои дипломы, карты своих владений. Это интересно. Да, да. Та-дам! Какие старинные вещи у вас здесь. Да. Откуда они? Когда мы были на отдыхе в Шотландии, там закрывался магазинчик всякой всячины. И вам было важно, что вы их нашли? Да. Играет большую роль, что это найдено и дешево. Я так и дрожу, просматривая журнал «Ливинг от Сеттера». Я понимаю. И у них такой же стул, что и у меня. И ты думаешь, о? Это подтверждение? Что они подтверждают тем же стулом? Как думаете? Мой вкус и то, что я права. Это приятное. И все так думают, вроде как, молодец. Да. Аманде важна винтажная природа ее вещей, потому что это доказывает, что она не совершала покупки. Она как бы изучала. Разыскивая эти вещи, она вкладывала в них свою индивидуальность. Аманда подала мне идею для второго гобелена о среднем классе. Теперь мне нужно просто понять, что за эмоции это были. Благодаря времени, проведенному в Тамбридж-Вэллс, стало ясно, что вкус среднего класса настолько далеко выходит за рамки «Фэрро энд Болл» и сумок «Кэт Китстон». Здесь были символы, которые мне еще предстояло понять. Если представитель викторианского среднего класса хотел доказать, что он добропорядочный гражданин, он шел в церковь. В 20 веке у них были деловые клубы. Сейчас, в 21 веке, более высокая прослойка среднего класса демонстрирует на рынке свои познания в органических веществах. Много обществ, подтверждающих принадлежность среднему классу, связано с едой. Все большее количество их членов демонстрирует неприятие такой пролетарской еды, как хлеб и молоко. Я не думаю, что это лишь причудо. Думаю, это ключ к более глубокой правде о современных пристрастиях среднего класса. Когда проезжаешь по окрестностям, видишь из окна невероятно упитанных людей, несущих или жующих приторно-сладкие печенья, пироги и другую еду. Они думают, что нормально съедать по 35 булок в день и сидеть ежедневно у телевизора. Джулиан – владелец сети закусочных. Как только мы поглотили наш обед из местных продуктов, я спросил его, что, по его мнению, говорят о себе жители Тамбридж-Уэллса посредством своих вкусовых пристрастий. Это что, пирог со свининой, по иронии? Да, по иронии пирог со свининой. Приглядевшись к обстановке многих закусочных, замечаешь в них похожие элементы. Это блестящие черные поверхности. Да, наделка старым дубом – милый элемент старых пабов. Здесь она тоже присутствует. Получается, милый старый паб с современными ценностями. Очень красиво. Выглядит старой и милой. Но обои фирм «Коулфакс» и «Фроулер». Всё красиво и мило, и отреставрировано. Да, расскажите о своём диване. Он сделан вручную парнем в Норфолке. Выглядит, будто ему 80 лет. Он был специально состарен. Меня спросили, насколько его состарить. Скажите, люди, которых вы обслуживаете, не такие потребители, как люди, живущие в Кингс-Хилл? Нет. Мы потребляем столько же, сколько все остальные. Но, возможно, наши бэджики отличаются. Они более спрятанные, более умные и знающие. За что нужно постоять и что мы будем делать? Мы не считаем себя неотёсанными, как обычно называют более низкие слои. Все делают что-то ради денег. Мы же притворяемся, что делаем что-то исключительно ради знаний. И мы, они одинаковые. Но одинаковые по-разному. Мы разные. Мы не похожи. Хорошее поведение вознаграждается. Недопустимо грубое поведение ругательства. Недопустим неряшливый вид. Эта группа казалась более уверенной в своем вкусе, чем та, что в Кингс-Хилле. Но и здесь были сомнения в себе. Они горделись тем, что не являются потребителями, ориентированными на бренда. Но при этом чувствовали себя виноватыми, что потребляют много. Клэр организовывала местный праздник для матерей и детей. Я хотел посмотреть, как я почувствую себя среди этой группы. Мне показалось, что быть средним классом – это постоянно к чему-то стремиться. Я очень беспокоюсь, не даю ли я, Алекс, чего-то токсичного. Это одно. Но знаете, о детской органической одежде говорят, что там могут быть пестициды в хлопке. Нужно сразу стирать одежду, как только… Да, нужно сразу постирать, когда она новая. Мы ведь это обсуждали, не так ли? Да, но думаете, эти вещи продвигаются на рынке, учитывая то, что называется озабоченностью среднего класса? Если люди видят, что вы покупаете и пользуетесь экологически чистыми продуктами, это престижно. Да. Да, ты выглядишь крутой, думающей об экологии. Заботящейся об экологии. Привет, Джим. Привет. О чем спор? О заботах среднего класса. Они у тебя есть? С чего ты начала? Кто-нибудь еще беспокоится из-за чего-либо? Да, йогурт и пить и филю. Флоренс, они нравятся, и я была довольна. Но как только я посмотрела на содержание сахара, прошлым вечером мы с мужем искали в интернете лучшие йогурты и мягкие сыры, не задержащие сахара. Разве это не смешно? Как человек среднего класса, я волнуюсь из-за разных решений, связанных со вкусом. Например, о том, что надеть, чтобы вести телепрограмму. Целый день я мучился, какой надеть пиджак. Не излучает ли неверных сигналов, не яркий ли, достаточно ли он модный, ну и так далее. Не может быть. Что ты говоришь, Джо? Наверное, выбор удался, потому что, кажется, я одел первое, что увидел. Ты? И так как я из среднего сословия, я старался выглядеть непринужденным. Естественным. Каждое решение, принимаемое этими людьми, они сверяют со своим внутренним радаром. Поэтому они ходят на ярмарку урожая, а не в универмаге. Их выбор должен придавать им чувство неповторимой индивидуальности. Индивидуальность придают им переработанные старые вещи на рынках, а не новые брендовые из универмагов. Я не очень понял, чем одни лучше других, но было поразительно, как много вкуса они видят в моральных ценностях. Но я должен пройти еще через один ритуал, чтобы понять эту группу. Я приглашен сегодня на ужин. Для начала, чтобы сразу создать дух вечеринки, розовое шампанское. На закуску козий сыр. Да, топинадо у тебя есть? Часто я люблю использовать в работе свой образ трансвестита. Мужчина из Кингсхилла я побывал. Этот ужин – прекрасная возможность почувствовать себя женщиной из Тамбридж-Уэлса. Могу ли я принимать свои решения, что касается вкуса? Жительница Тамбриджа Аманда согласилась помочь мне. Почему вульгарно значит плохо? Но ты же не будешь разгуливать, будто выставил себя на продажу. Иначе этим видом ты показываешь отчаяние. Не так ли? Да, это интересно, потому что иногда выглядишь так, как не собирался. Это точно. Это очень живенько. Это подошло бы для Тамбридж-Уэлса. Кто боится Вирджинии Вульф? Так я себя ощущаю, как домохозяйка алкоголичка из пятидесятых. Маловато. Нет ничего хуже, чем ходить в чём-то слишком обтягивающем. Особенно перед едой. А это мне на вас нравится. Правда? Да. И двигаться вам удобно. Честно? На сто процентов? Абсолютно честно. Порежь ещё. Сколько ты уже взял цукени? Не слишком много? В семь или восемь. Они мне там больше всего нравятся. Я особенно хотел прийти на вечеринку средней буржуазии, потому что я думаю, это центральный ритуал среднего класса. Это место, где проявляются их желания и правила. Сёмга со свёклой и хреном. Звучит прекрасно. Сёмга, свёкла, хрен. На закуску козий сыр. Сыр вдавлен на грецкие орехи. Знаете, сегодня я делал покупки... Куда же вы отправились под конец? Тамбридж-Уэлс. Куда? Как думаете, в какой магазин? В Марксен Спенсер. Так и есть. Сейчас один из дизайнеров этой сети накладывает на себя руки, должно быть. Как я выгляжу? Я пытался сделать макияж среднего класса. Слишком много голубого. Нужно побольше коричневого. Это настолько естественно, насколько я могу. Так у меня получилось или нет, по-вашему? Хорошо, моя мама так же красится. Мы слишком критичны. Мне 51. Выскажитесь. Ну, продолжайте. Что же тогда я должен был одеть? Женщины в 50 в Тамбридже любят пошоковать. Что я должен был одеть? Что-то более яркое. Да, но это больше похоже на бейзинг-сток. Это на 71 год, я бы сказал. Меня раскритиковали, но приняли. Вкус среднего класса — это исчезновение мелких отличий. Как думаете, что мне изобразить на гобелинах о среднем классе? Какие темы или специфические вещи показать на них? Тревогу. Нужно изобразить неуверенность в будущем. Неосознанно я подводил под понятие вкуса среднего класса идею быть хорошим человеком. У нас у всех разные приоритеты, возможно, я преуспеваю. Я вытащил себя из среды пролетарского класса. И вот у меня милый блестящий дом, и блестящая машина, и блестящая жена, и все остальное. Или я говорю, смотрите, я уважаемый член общества, я вношу свой вклад и знаю правила. Или я крутой, знаю правила, но плевать на них хотел. Но это другая версия быть хорошим человеком. Я хочу сохранить планету для своих детей и других людей во всем мире. Для всех. Это другая версия самовыражения хорошего человека. Гобелены о среднем классе оказались для меня нелегкой задачей. Если я уловил неверно хоть какую-то мелочь, эти люди не просто сочтут меня ненаблюдательным. Они решат, что это нравственное падение. После возвращения из Тамбридж-Уэлса у меня было время на то, чтобы отобрать опыты людей, с которыми повстречался, для двух моих гобеленов с пристрастиями среднего класса. Я собирался отталкиваться от творчества Уильяма Хогарта и истории, которые он рассказывает в «Карьере Мота» о молодом человеке Томме Рейквилле и его перемещениях по ступенькам общества того времени. Моего героя зовут Тим Рейквилл. Но пришлось бы по душе его восхождение людям, которых я повстречал в «Кингс-Хилле» и Тамбридж-Уэлсе. Первым местом, куда мы поехали, изучая средний класс, был «Кингс-Хилл». Мое первое впечатление о нем было как о современной коммерциализированной утопии. Люди там скупают все подряд, так как все они поселились в этом утопическом месте. И, конечно, тут же на ум приходят библейские истории об изгнании Евы и Адама, и из рая. Наш герой Тим изучает в университете компьютеры. Там же он встречает девушку из среднего класса. Их изгоняют из рая. Они проходят через радугу, в традиционную комнату, в Тамбридж-Уэлсе, с обоими, Уильяму Морриса, с ивовым узором. Четвертый гобелен — это сообщение о распродаже. Я хочу сделать как бы благовещение. Это классическая библейская сцена кисти старого мастера. В этой истории его бизнес-партнер, похожий на ангела, он приходит и говорит ему, что их компания продана Деве за 270 миллионов фунтов. Далее в центре — натюрморт, типичный для среднего класса. Кофейник — это чаша религии для среднего класса. Это центральная икона. Поэтому она есть в предыдущем гобелене на рисунке Бена Николса. Рядом расположены кружки фирмы «Бингвинбукс». По-моему, здесь пример того, что мы читаем немножечко ретро и увлекаемся винтажными вещами. Это класс, который хорошо сознаёт смысл и статус вещей, которые он покупает. Это люди, они отдают себе в этом отчёт, в этом феномен их вкуса. Они не просто покупают детские игрушки. Даже это у них решение, определяемое вкусом. И они все стараются быть особенными. В этом есть нечто трагичное. Мы все считаем себя особенными, пока не повстречаем толпу таких же особенных людей. Я не ношусь с идеей, что всё должно быть сделано вручную. Мне не хочется, чтобы какой-то афганский ребёнок ткал это в палатки. Я вполне доволен, приехав сюда, в Бельгию, прийти к мастеру своего дела в высокотехническую производственную компанию. Ух ты! Всё это можно даже прочитать. Гениально. Каждое имя на её пиджаке читаемо, да. Мне бы хотелось, чтобы линзы в очках были сиреневыми или розовыми. На фотошопе это легко делается. И здесь просто добавить немного цвета. Да, можно просто добавить небольшой фильтр над областью очков. Выглядит так, будто у неё тонированные стёкла. Выткать это — это целое искусство. В этом месте несколько дюжин цветов. Они должны быть перенесены такими, какие они под фильтром. Да. Ужас. Для меня цифровые технологии — это неограниченные возможности, потому что с фотошопом и этой удивительной технологией у вас огромный выбор. Это делает возможной мою встречу с миром Грейсона Перри, что довольно странно. По-моему, довольно показательно, что на приглашение приехать сюда и посмотреть на гобелены самый потрясающий отклик, мне всяких сомнений, был из Тамбридж-Уэллс. Работая над гобеленами, я испытал массу удовольствия. Меня не заботили претензии среднего класса, так как они и сами о себе всё знают. Поэтому я не боялся ранить чьи-то чувства и насладился каждым нюансом органической дребедения, которую сам и пережил. Здравствуйте. Это наш стол? Да. Некоторые люди могут узнать на них свои вещи, а некоторые даже себя самих. Кинс Хилл очень хорошо. И Рейндж Ровер? Да. И Джейми Оливер? Да, и Джейми Оливер, мастер продвижения с класса в класс. Мне нравится, что вы выбрали эту розовую футболку с золотой надписью. Да. А можете назвать её брендом? Я рада, что вы взяли мои кертики и сердце из коридора. Так это ваше? А то я видел... У меня есть такое. Это обязательная вещь в Кинс Хилле. Здесь моя ваза. Вы узнали. Моя ваза. Беседа с вами сильно заделась что-то во мне. На вопрос, почему люди покупают обставленные квартиры, вы сказали, что есть большой выбор. И что это подойдёт. Для вас хорошо, что я её выбрала. Да. Мне нравится. Да, я подумал, что вы собрали в себе всё стремление среднего класса. К удобству. И это тревожит. И то, что вы это осознаёте... Не беспокойтесь. Потому что, двигаясь вверх, вы получаете всё больше выборов. И нужно расценивать это как благодать. Да, верно. Вы это узнаёте? Идея взята из вашего коридора. Я не видела этого. Это Уильям Моррис. Точно. 30 рулонов за 16 геней. Потому что это в сочетании с вашей псевдокартиной Бена Николсона. Да, верно. Это она. На тех обоих. Для меня это накопленный культурный капитал. Думаю, мне стоит поменять обивку на диване. Вам нравится? Нравится эта ткань? Я знаю, что у вас нет таких диванных подушек. Думаю, у вас никогда их не было. Подушек с британским флагом. Но мне нужно было вставить хоть одну. Боб, с вами есть одна в гостиной? Да. Красиво, очень красиво. Я подтверждаю это. Только вот я думаю теперь, это потому, что он вам нравится? Или вы думаете... Ваш диван мне понравился особенно. Или вы думаете, он олицетворяет ужасным образом средний класс? Что-то типа этого. Да, я сам средний класс. Я взял это с собой на борт. Знаю. Мы то, что мы есть. Смотрю на это и как будто пришла к себе домой. Мне кажется, что не хватает тревоги. Не знаю. Я себя не идентифицирую ни с чем из этого. Это суммированное состояние. Отчаяние и тревога индивидуальны. Понимаете? Нет. О, Господи. Как правдиво. Хорошо. Но ведь это... Нормально страдать от этого? Разве нет? Хотя это палка двух концов, потому что это не получится. В заключительной программе я отправлюсь в Котсуолл. Я сделаю два гобелена о пристрастиях высшего класса. Значит, вкус высшего общества – это то, что мы видим у вас? Не хочу показаться с ногом, но, возможно, так и есть. Знаю, что не все делал так, как ожидал от меня отец. Он покупал картины? Нет. Вообще-то у него была коллекция картин Гитлера. Исполнительный продюсер Дина Лорд. Режиссер Нейл Кромби. Фильм озвучен кинокомпанией «Селена Интернешнл» по заказу телеканала «24 Док» в 2013 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова